Привет, мои хорошие! Поскольку сейчас лето, я подумала, что тема летнего ухода будет сейчас актуальна. Да и многие из вас частенько меня спрашивают, чем я пользуюсь в настоящий момент, поэтому я решила сегодня рассказать вам все про свой летний уход за кожей. Буду очень рада вашим лайкам и комментариям, и если вам интересна эта тема, то продолжайте смотреть. В отличие от зимнего ухода, летом я перехожу на более легкие текстуры, также кислоты я отодвигаю и убираю до осени, или иногда использую только на ночь. Но вот, кстати, в очищении у меня остаются все те же три этапа, и первый этап это удаление макияжа. В настоящий момент я пользуюсь гелем для умывания от L'Irene. В прошлом видео я вам рассказывала, что этот гель для умывания очень похож на гель от L'Oréal, которым я пользовалась раньше, и на мой взгляд этот гель даже немного комфортнее, он также хорошо смывает косметику и не стягивает кожу. Вторым этапом я доочищаю кожу из-за того, что у меня жирная кожа склонная к высыпаниям, а летом, как правило, высыпаний и жирного блеска становится еще больше, я из-за этого больше стараюсь уделять внимание очищению кожи, потому что я уже, правда, неоднократно на себе замечала, что если я плохо очищу кожу, то у меня сразу же появляются какие-то воспаления, и поэтому сейчас я пользуюсь специальным гелем для проблемной и склонной к жирности кожи от Виши. Он идет с этим тибкоториальным действием, очень комфортный. Баночка здесь довольно большая, 400 мл, и, в принципе, она расходуется очень экономично, у меня вот осталось чуть меньше половины. Третий завершающий этап очищения кожи – это тоник. Я сейчас пользуюсь тоником от Shine Is, он как раз подходит для ежедневного применения, у него pH от 5 до 5,5, и он как раз очень хорошо нормализует водный баланс кожи, он тонизирует, освежает, увлажняет, и я сейчас все больше стала обращать внимание на pH-баланс гели для умывания, также тоников, особенно если у вас проблемная кожа, то я тоже вам советую обращать на это внимание. И этот тоник как раз нормализует водный баланс, и еще мне в нем понравилось отношение цены, состава и качества, то есть я его заказывала где-то за 550 рублей. И еще, кстати, у Shine Is мне понравилась восстанавливающая маска, которая предназначена для осветления пигментации и пятен постакне, я ее использую где-то 1-2 раза в неделю, и мне безумно понравился от нее эффект, у меня сейчас остались такие, знаете, небольшие пятнышки, постакне, особенно их видно было, когда я отдыхала, загорала на отдыхе, и с ними ничего не сделаешь, они просто есть, это не прыщики, это просто пятнышки, которые мешают спокойно жить. И я сейчас вот обращаю внимание на такие средства, которые очень деликатно, особенно летом, вот немножко высветляют, выравнивают текстуру, рельеф кожи, и эта маска как раз очень круто осветляет эти пигментные пятна, хотя, возможно, это все из-за того, что я использую сейчас дополнительно вместе с этой маской еще их точечный крем-корректор от устранения угрей. Он выполнен в виде вот такого вот шприца, но на самом деле здесь довольно много продукта, я его использую точечно на какие-то свои воспаления, и наношу тонким слоем либо вечером, либо утром перед макияжем. Я очень хотела поделиться с вами этим средством, потому что я даже делала фото до и после. Этот точечный серум, он обладает, во-первых, антибактериальным действием, и в своем составе он содержит азолиновую кислоту и оксицинка, которые борются с воспалениями, которые уменьшают воспаления, подсушивают прыщики, обладают вот этим антибактериальным действием. Также из легких текстур сейчас летом я вернулась к виноградной линейке от Кадали Вина Перфик. Днем я использую вот такой вот легкий увлажняющий дневной флюид, который очень быстро впитывается, довольно хорошо увлажняет кожу, мою жирную кожу не перегружает, не утяжеляет. Самое главное, что он быстро впитывается и дает вот это какое-то внутреннее живое свечение кожи изнутри. И вечером я дополняю уход сывороткой тоже из этой линейки Вина Перфик. Вообще вся эта линейка у Кадали, она направлена на улучшение цвета лица, на выравнивание тона кожи, для того, чтобы тоже, также для борьбы с пигментацией с постакне. И весь этот уход в купе дает очень классные результаты на моей коже. Я сейчас даже немножко удивляюсь, что это моя кожа. Я настолько привыкла к коже с воспалениями. И сейчас я вижу результат после своего ухода. Очень им довольна. И забыла показать вам средство от глаза. Я сейчас пользуюсь кремом от глаза от Елизавета. Этот крем идет с экстрактом ласточкиного гнезда. Здесь довольно большой объем. Я вам расскажу, сколько мне хватило времени, чтобы его допользовать. Но на самом деле тоже он расходуется суперэкономично. Очень легкий, намного легче, чем мой любимый крем от Kiehl's Avocado. Для меня это немножко жирная такая, плотная текстура на лето. А вот этот очень хороший, легкий, тоже совершенно не ощущается на коже, но в то же время увлажняет и питает зону вокруг глаз. Девчонки, если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях. Я постараюсь всем ответить. И также буду рада видеть ваши комментарии. Пишите, какие у вас любимые продукты из ухода за лицом, чем вы пользуетесь летом. Про SPF я не сказала, потому что, например, вот в этот дневной филит от Kadawi входит уже SPF 20. Также у меня тональные средства, как правило, с SPF. Поэтому я пока не вижу необходимости пользоваться SPF. Но если вы поделитесь средствами с SPF, которыми вы пользуетесь, я тоже думаю, это будет полезно мне и другим девчонкам. Я всем вам желаю отличного настроения, целую, обнимаю и увидимся совсем скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok